Друзья, если у вас проблемы с девушками, если вы не знаете, как закадрить девушку, то давайте учиться, это видео вам поможет. Итак, поехали. Здрасте, доброй ночи. Я хотел бы вам написать о том, что вы очень красивая, и поэтому я решил забрать вас в тайгу. Ходить с вами, ссать в кусты и пить минералку-берёзка. Как вы на это смотрите? О, идеально. Привет, кроссовка. Не желаешь познакомиться с чёрным лаковым полуботинком. Я не особо грамотный, зато из натуральной кожи. У меня истерика говорит, девушка, видите, она всё, она уже готова ему отдаться, она уже его всё, они уже под венец идут. Если распечатать все комплименты, которых вы достойны, то Россия останется без леса. И заметьте, что я не слукавил, я действительно так думаю. Яна, вы у меня из головы даже покурить не выходите. Крепость была настолько неприступной, что было принято решение прорыть подземный тоннель под водой и напасть из-под земли. Ты кто по знаку зодиака? Я Рак. Я Весы. Класс, давай встречаться. Ха, вот прям так сразу? Ну ладно, давай попозже. Привет. Хай. О, красивая девушка ответила. Я красивая? Ладно, побежь с ней пообщаюсь, пока. А, нет, стоп, так делать не надо, это просто шутка. Нет, не слушайте. Ты сколько ложек в чай кладешь? Три, а ты? Я тоже. Вот это хороший способ. Она такая, о, какой ты оригинальный, я тебя люблю. Ты знаешь, розницу между звезд и тобой. Звезды толки ночью светится, а ты и дном. Не очень хороший способ, но дальше будет получше, я вам, честное слово говорю, не переключайтесь. Приветик. Приветик. Пухни в пакетик. Ну я же говорил. У меня телефон сломался, и я отнес мастер, он сказал, не хватает одного компонента. Знаешь какого? Какого? Твоего номера. Это еще ничего, Лан сойдет. Привет. Привет. Давай встретимся, я тебя в Макдональдс свожу. Похаваем там картошку и бургер, один на двоих, а то у меня больше денег нету. Ну ты доложишь, если че? Привет, красавица. Садовник, что ли? Конечно. Это сердечко тебе. Это овал. Не бей мои чувства. Девушка, у меня был бурундук, который перед смертью завещал нам с вами познакомиться. Не могу не выполнить последнюю просьбу усопшего. Я вам понравился? Ты когда закрываешь глаза, что видишь? Ничего. Я тоже, у нас много общего. Мы созданы друг для друга. Здравствуйте, незнакомка. Чего? Ваши глаза, как мой зад. Такие же большие. Пикап-мастер. Я клюнул. Ха-ха-ха-ха-ха. Меня останавливает только то, что я пацан. А пацан клеит пацана с сравнением глаз с задницей, да? Окей. Привет. Если бы генератор производства по электричеству работал не на бензине, а от твоей красоты, ты бы освещала весь мир. Соска. Розы красные. Лисы веселятся. Твоя жопа классная. Можно подержаться? Нет. Лисы грустные. Нюхают хвою. Ты не разрешила трогать свою. Это Маяковский клеит бабу. Маяковский клеит Анну Ахматову. Лучше мужика себе завела. Зато у меня есть словарь, справочник русского языка. Это ты к чему? Да так. Привет, Януфик. Давай пошалим. Ты Карсон, что ли, с тобой шалить? Ну да, сейчас винт смажу и всё. Девушка, глядя на вас, понимаю, что моё письмо Деду Морозу всё-таки дошло. О, какой милый комплиментик. Он просил Деду Морозу красивую девушку себе. Кто так делал в детстве? Нам. Никто. Я просил Лего. Однажды у древних греков спросили, каково это было развязать Троянскую войну из-за самой красивой девушкой в мире. На что они ответили. Что не знают, потому что Санька тогда ещё не родился. Шучу, не родилась. Девушка, вы случайно не супермодель? У вас такие выражительные ноги. Источник подкатка. Телки.ру Вот что это такое? Неужели такую фразу сложно самому сгенерировать? И обязательно нужно было есть на какой-то левый сайт, где вот эти вот фразочки все. Ты девушка или парень? Девушка на авиа. Красотка. Спасибо. Чулочки тоже хорошие, я такие же почти ношу. Парни в чулочках божественны. Вот. Ты очень красивая, но ещё красивее будешь, если сбросишь ещё два килограмма. Кстати, примерно столько весит твоя одежда. Ммм, очень-очень тонкий намёк, да. О чём же он интересно? Привет. В общем, мой отец, отец моего отца, отец отца моего отца, завещал своим сыновьям знакомиться только с самыми красивыми девушками этой планеты. Ты же понимаешь, что у меня нет выбора, да? Здравствуйте. У меня есть хорошее предложение для вас. Свяжитесь со мной. Слушаю вас. Поймите меня правильно и не посчитайте глупцом. Меня прислал с будущего наш сын, чтобы мы в короткие сроки сделали его и спасли этот мир. Я знаю, звучит глупо, но если ты не поверишь, то миру грозит хаос. Чувих, ты красивый, как банка пива, твои глаза, как корюшка, а попка, как сухарик. Давай встречаться, я люблю вкусную еду. Чё так? Не нравишься. Ты же в реале меня не видела, я не фотогиеничный. А в жизни фотогиеничнее? Ага. Я бы угостил тебя горячим чаем. Ток чаем? Пожариться ничего нету? Блин, пожари картохи, она твоя, всё. Привет, познакомимся. Привет, не думаю, что это хорошая идея. Привет, познакомимся. Привет, познакомимся. Нет. Привет, познакомимся. Три года он писал, я смотрю на даты. Чувак просто не унывает. Здравствуйте, я извращенец. Всё, вот и всё. Привет, незнакомый мне человек. Ежедневно спрашивать, как у тебя дела или что делаешь. Один из моих минусов, я не умею начинать разговор. Давай просто в машине посидим, поболтаем. И всё, я не люблю по грязи лазить. Я не люблю сидеть с незнакомыми парнями в машине. Ну я же хороший, эээ. Узнаешь? Я сказала, что не буду садиться к тебе в машину. Я сказал, что будешь. У вас ниточки не найдётся, чтобы прямо здесь завязать нашу дружбу. У меня только ножницы с собой. Влюбился? Не отпускаешь. Хочу быть с тобой и чтобы ты мне родила детишек. Не отпускаю? Да. Беги, Добби, теперь ты свободен. Мамка каждый день даёт мне двадцатку на буфет. Если подождёшь, летом сможем сходить по сачку и пить. Я, конечно, понимаю, любовь с первого сообщения ударила в твою голову, но постарайся держать себя в руках. Давай подождём, пока ты эту машину накопишь, и тогда поедем за сачком, окей? Двадцать рублей на буфет — это жёстко. Не хочешь посидеть на лавочке у падика под луной? Угашу тебя ягой. Романтика. Ну да, я знаю, как угодить девушке. Оно и видно. Тебя не зацепило? Мадмуазель, у вас настолько рыжие волосы, что так и хочется сжечь вас на костре. Ты поставила лайк под этим сообщением, это значит, что ты меня хочешь. Я точно знаю, я это в женском паблике прочитал. А теперь ты выдерживаешь паузу, чтобы я думал, что с тобой не всё так просто. Итак, спустя уже десять лет он мне пишет, какая же длинная пауза. С тобой настолько всё непросто. Тебе нравятся непьющие парни с накачанным торсом? Да. Извини, что потратил твоё время. Вот, а потом я поведу тебя в Макдау. Макдак, это ресторан такой, дорогой. О господи, боже, всё, я растаяла, ресторан с макнаггетсами. Всегда работает. Привет, как дела? Может познакомимся? У меня муж и двое детей, познакомились. Муж не узнает, а детишки вроде не проблема. Муж знает, я это муж. А прикиньте, он сам с тобой болтает. Ну типа муж. Так, давай, наберись смелости, встретиться со мной. Ты в курсе, что я не такой профессиональный рыбак? Бывает. Потому что такую рыбку, как ты, очень тяжело поймать. Привет, хочешь пообщаться? Хочу, но не с кем. А со мной? Что с тобой? Пообщаться со мной хочешь? С тобой не хочу, а так хочу. Привет, какая ты красивая. А у тебя есть фотки в купальнике? Я тебе свои в трусах покажу. Давай меняться. Ты реально думаешь, что кому-то нужны твои фотки в трусах? У меня и без трусов есть. Здрасте. Привет. Чё, как оно? Сойдёт. Тебе когда-нибудь лайкал фотки Аполлон? Ты такая милая, когда спишь. Откуда ты знаешь? У тебя было открыто окно, я подсмотрел. Я живу на седьмом этаже. Было сложно. Привет. Скажи привет. Так вообще-то культурные люди здороваются. Ну, ок, давай заново. Привет. Привет. Хочу с тобой познакомиться. Ты очень красивая. А ты не слишком молод для меня? Привет. Мне не имеют возраст. Мне важно, чтобы бела. Приятная, красивая, верная. Абсолютно и не важно, чтобы мы обманули друг друга. Уважали. Остальное не важно. А что у тебя с орфографией и грамматикой? Я школе плохо закончил. Просто Юра пишет. Привет. У тебя есть друг? Да. Что да? Это твой пёс? Мой. Классный. Прям как ты. А знаете, что за порода? Хе-хей. Золотистый ретривер. А у кого есть золотистый ретривер? Правильно, у меня. У тебя красивая глоза. Вот так вот, коротко и понятно. Всё. Через час она уже у него дома, а лучше в ЗАГСе. У него в ЗАГСе. Да, в его личном ЗАГСе. Привет. Во мне течёт итальянская кровь. Не хочешь съесть мою гаспачо? Привет. В моих жилах течёт сибирская кровь. Не хочешь, вояры? Привет, красавица. Лол, пока. Нет. Ты как мой носок. Я тебя давно искал. Я думал, что такая же дырявая. Ну, мало ли. Привет. Мне звонили из Ада. Сказали, что у них пропала чертовка. Но я тебя не выдал. Чёрт, все твои 65 фотографий лайкнул. Ты обязана выйти за меня замуж. Привет. Привет. Будем дружить. А, ну давай. Чё смешного? Да нет, всё хорошо. Пошла в жопу, смеётся она надо мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете вы мне отправить фотку ваших ног? Конечно, в чём вопрос. Только я не побрилась, не страшно? Нет, очень красивые носки. Леопардовый... Это Макс Голополосов, стопудово. Нужен мальчик-раб-прислуга бесплатно? Да, мне ремонт нужно сделать. Что? Я люблю унижения, оскорбления и так далее. Могу шпателем стукнуть, если обои будешь плохо клеить. Твои глаза похожи на двух призывников. Это как? Один косит, другой реально голубой. Тебе говорили, что ты похож на ангела? Нет. Блин, напиши да. Да. Извини, но это не так. Это ангелы похожи на тебя. Друзья, надеюсь, после этого видео у вас начнут клеиться отношения с противоположным полом. Ведь это настолько глубокое, богатое и полезное пособие по созданию отношений. Вы такого нигде не видели, как только вот сейчас на моём канале. Поэтому лайкайте, подписывайтесь. Если хотите, я вам замучу вторую часть пикаперов от бога. Всё, друзья дорогие, спасибо всем за просмотр. И всем пока-пока, до встречи в следующих роликах.